Тем временем к зимовке готовятся ленские автобазы. В этом году сезонные дороги откроются в начале декабря. По плану за 4 месяца автомобилисты должны перевезти более 50 тысяч тонн грузов. Отсыпка зимников уже началась. Об этом рассказали сами водители, которые пока выполняют рейсы по круглогодичным трассам. Будут ли увеличивать план в связи с недоставкой груза по воде, узнала Наталья Беспалова. Информационное табло на ленской автобазе круглые сутки предупреждает водителей. Осторожно, гололед. С приходом зимы предприятие «Алмаз-Дур-Транса» переходит на особый режим работы. Автомобили переобувают в зимние шины, проводят капитальный технический ремонт. Впереди самый важный период в работе – зимники. Машины у нас в принципе готовы. Утепляются водителям. Традиционно, ну как, доводят тасол до нужной плоты, все аккумуляторы проверяют. Ну и машина, это не лето, понятно, что машина должна быть полностью исправна. Если она где-то выйдет из строя, не дай бог заглохнет мотор, то при минус 40, конечно, такое недопустимо. Поэтому машины, конечно, водители и Арм стараются сейчас подготовить максимально, чтобы машины у нас были максимально отработаны. Зимники откроются традиционно в начале декабря. До апреля первая автобаза должна сделать полторы тысячи рейсов и перевести 51 тысячу тонн груза. Машины поедут в Усть-Кут, на Верхнемунское месторождение, в Сульдюкар и на Накын, где идет разработка карьера. Водитель Виктор Никоненко только что вернулся с круглогодичной трассы. Во время рейса увидел, что Накынский зимник уже начали отсыпать. Самосвалы Мария отсыпают скальником, чтобы сейчас тракторы маленькие пошли, прочищают, чтобы она уже промерзалась. Они уже готовят Накынский зимник. Сейчас пошли снова самосвалы, попались навстречу вчера партия. Они, видать, заездами там неделями идут. Ленский участок – это 96 километров от города Ленск до поселка Дорожный. Каждый день здесь можно увидеть пескоразбрасыватели и грейдеры. Из-за резкой смены температуры воздуха на дороге постоянно образуется гололед, что создает опасность для движения автотранспорта. Меньше чем через месяц трасса станет еще более загруженной. Машины ленских автобас отправятся на зимники. План их работы формировался еще до окончания навигации, поэтому не исключено, что его могут изменить. Так было в 2013 году, когда навигация, так же как и в этом году, была сорвана. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край». Субтитры создавал DimaTorzok